Михаил Зощенко. Баня. Говорят, граждане в Америке, бани отличные. Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет, мол, кража или пропажа номерка даже не возьмет. Ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику, гудбай, дескать, присмотри, только и всего. О, помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают. Стиранное и глаженое. Портянки, небось, белее снега, подштанники зашиты, заплатаны. Житишко. А у нас в бане тоже ничего, но хуже. Хотя тоже мыться можно, у нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню. Не ехать же, думаю, в Америку. Дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой. А голому человеку. Куда номерки деть? Прямо сказать, некуда. Карманов нету. Кругом живот да ноги. Грех один с номерками. К бороде не привяжешь. Ну, привязал я к ногам по номерку, чтобы не в раз потерять. Пошел в баню. Номерки тепереча по ногам хлопают. Ходить скучно. А ходить надо. Потому шайку надо. Без шайки какое ж мытье. Грех один. Ищу шайку. Гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит. А третью левой рукой придерживает, чтобы не сперли. Потянул я третью шайку. Хотел, между прочим, ее себе взять. А гражданин не выпущает. Ты что за это, говорит, тюдые сайки воруешь? Как ляпну, говорит, тебе сайка имя с дуглав, не дорадуешься? Я говорю, не царски, говорю, режим шайками ляпать. Эгоизм, говорю, какой? Надо же, говорю, и другим помыться. Не в театре, говорю. А он задом повернулся и моется. Не стоять же, думаю, над его душой. Теперь, и че, думаю, он нарочно три дня будет мыться. Пошел дальше. Через час гляжу. Какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За мылом нагнулся или замечтался, не знаю. А только тую шайку я взял себе. Теперь и чей шайка есть, а сесть негде. А стоя мыться, какое же мытье? Грех один. Хорошо. Стою стоя, держу шайку в руке. Моюсь. А кругом-то, батюшки, светы. Стирка самосильно идет. Один штаны моет, другой под штанники трет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся, опять грязный. Брызжут дьяволы. И шум такой стоит от стирки. Мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трешь. Грех один. Ну, их, думаю, в болото. Дома домоюсь. Иду в предбанник. Выдают на номер белье. Гляжу все мое, штаны не мои. Граждане, говорю, на моих тут дырка была. А на этих Эван где? А банщик говорит. Мы, говорит, за дырками не приставлены. Не в театре, говорит. Хорошо. Надеваю эти штаны, иду за пальтом. Пальто не выдают. Номерок требуют. А номерок на ноге забытый. Раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок. Нету номерка. Веревка тут на ноге, а бумажки нет. Смылась бумажка. Подаю банщику веревку. Не хочет. По веревке, говорит, не выдаю. Это, говорит, каждый гражданин настрижет веревок. Польт не напасешься. А божди, говорит, когда публика разойдется, выдам, какой останется. Я говорю, братишечка. А вдруг да дрянь останется. Не в театре же, говорю. Выдай, говорю, по приметам. Один, говорю, карман рваный, другого нету. Что касаемо пуговиц, то, говорю, верхнее есть, нижник же не предвидится. Все-таки выдал и веревки не взял. Оделся я, вышел на улицу. Вдруг вспомнил, мыло забыл. Вернулся снова. В пальто не впущают. Раздевайтесь, говорят. Я говорю, я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре, говорю. Выдайте тогда хоть стоимость мыла. Не дают. Не дают не надо. Пошел без мыла. Конечно, читатель может полюбопытствовать. Какая, дескать, эта баня? Где она? Адрес. Какая баня? Обыкновенная, которая в гривенник. 1924 год. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.